Это уникальные экспонаты, которые приехали к нам из Кемерово. Они находятся в экспозиции музея-заповедника «Томская писаница». Здесь, например, изображение оленя с кифского времени. На той отливке у нас с вами представлено изображение древней лошади, вымершей, да, дикая лошадь, которая, конечно, не обитает больше в Хакасии. Очень многие скальные поверхности рядом с большими реками покрыты Леной, Енисеей, Томи, покрыты такими изображениями. От Приамурья до Беломорья – выставка наскального искусства в Доме Российского Исторического Общества. Сергею Нарышкину показали самые известные археологические памятники России со следами художественной деятельности человека. Это амура-уссурийские петроглифы периода неолита. И вот наш памятник Сикачи-Алян на Нижнем Амуре, он как раз входит в предварительный список ЮНЕСКО. От России в предварительном списке четыре памятника наскального искусства находятся. В основном списке до сих пор памятников наскального искусства от России нет. В то время как мировых памятников 44 находятся в этом основном списке. То есть это и французские пещеры с живописью эпохи Палеолита, это памятники Австралии, памятники Африки, памятники Америки. А от России где-то сотни таких памятников, многие из которых представляют себе шедевр человеческого гения, до сих пор нет. А вот еще один шедевр творческого гения человека – Капова пещера в заповеднике Шульганташ. Рисунки выполнены в эпоху камня, также претендуют на включение в список ЮНЕСКО. Впрочем, некоторые памятники могут этого не дождаться и исчезнуть. К примеру, наскальные рисунки горного хребта Аглахты находятся в зоне затопления. Когда происходит колебание уровня воды, например, в Красноярске сбросили воду на гидроэлектростанцию, вода упала, и обнажились те плоскости, которые затоплены с 70-х годов. И вот мы таким вот образом плаваем вдоль этих скал, которые покрыты налетом. Эти рисунки не сразу видны, мы их стараемся поймать при косом свете. Они сохранились после затопления, но они продолжают рушиться, эти скалы. Их нужно обязательно любыми способами фиксировать, потому что мы это теряем. Как не потерять саму профессию археолога, обсуждали на итоговом заседании в Доме Рио Оргкомитета по празднованию столетия отечественной академической археологии. В России всего около 4 тысяч археологов. Порядка 600 из них трудятся в академических институтах. Это совсем немного, особенно если учесть стремительное развитие отечественной археологии. Поэтому, конечно же, необходимо более активно привлекать в археологическую профессию молодых людей, заниматься популяризацией археологии уже в школьной среде. До недавнего времени единственная кафедра археологии существовала в МГУ. Ежегодный выпуск 10 археологов – это очень мало. Три года назад была создана кафедра археологии в Государственном гуманитарном университете академическом. Сейчас на ней обучаются 60 студентов, но вот они уже подходят к завершению бакалавриата. И мы бы очень хотели, чтобы была создана магистратура. И мы обращаемся в Российское историческое общество с просьбой поддержать наше обращение в Миннауке о поддержке, о создании магистратуры. Еще один актуальный вопрос, который давно обсуждает профессиональное сообщество – создание археологических парков. В мире такие существуют, а вот в России пока нет. В Институт археологии все чаще поступают предложения граждан, любителей истории, краеведов по физическому сохранению археологических объектов, курганов, городищ, каких-то видимых памятников в ландшафте, которые оказываются на территории, где планируется современное строительство. Музеи не горят желанием брать себе эти памятники на баланс. Возможно, прагматичным решением был бы перевод отдельных объектов в статус археологических парков, создание которых не требовало больших средств, но оставляло бы эти объекты как заповедные территории. Была затронута и проблема нехватки региональных фондохранилищ. А хранить там есть что. За последние годы российские археологи сделали уникальные находки на территории Крыма, Сибири, других регионов страны. Завершилась встреча торжественной церемонией гашения памятных марок с изображением археологических находок. Почетные грамоты российского исторического общества наиболее отличившимся. Кроме того, Сергей Нарышкин поддержал инициативу археологов, которые предложили придать своему профессиональному празднику в Дню археолога, который отмечается 15 августа, официальный статус. Служба информации российского исторического общества.